физкульт привет в этом выпуске мы снова займемся зоологией а если быть более точным то будем изучать представителей семейства бакланов различного рода бесконтактные шарлатаны бакланы я хотел сказать конечно же попадают в мое поле зрения практически каждый день я на них уже на такой степени досмотрелся что уже даже не смешно чувство восторга постепенно начинает сменяться чувством тревоги ведь вполне вероятно что людям необходимо оказать психологическую помощь а мы сидим и смеемся иногда даже поражаешься где-то грань за которой не ступит перепончатая лапка бакланы но как говорится в одной народной мудрости чем дальше в лес тем больше дров это как собирать грибы чем больше грибов тем все больше и хочется положить свою корзинку и кажется что остановиться уже невозможно казалось бы что вот в это люди уже точно не поверят не поведутся на очередную ну уж совсем нелепую байку а нет оказывается что не только нет пределу фантазии но и человеческой глупости итак знакомьтесь этого персонажа зовут дмитрий акулка личность столь всесторонне развитая что в своем клубе с удовольствием обучит всех желающих следующим дисциплинам бокс тайский бокс боевое самбо карате бои без правила и кидо кудо многогранность его баклана просто зашкаливает о и хорошая новость буквально в этом году он стал чемпионом евразии по смешанным боям версии и все в чемпионате по боям без правил который проходил в городе тольятти всего за время турнира дмитрий провел семь боев и все бои выиграл 2003 по 2008 год дмитрий акулка был призером перского края многократным призером победителем города перми и города губахи по карте до версиях вкф скиф в кумите чемпион вооруженных сил российских федераций по бывому самбо трижды чемпион пермского края по армейскому рукопашному бою ведь самое главное у него есть подтверждение своих побед вот посмотрите на эти фотографии видите четко написанную fc одним словом парниша шел к успеху но его спалили таки а теперь давайте серьезно и все провел турнир в российском городе тольятти а мы об этом и не знали стал чемпионом евразии это вообще что в UFC нет чемпионов европы или америки или антарктиды если хотите провел 7 боев за время турнира то бишь за один вечер потому что все турниры и все проходят именно в таком формате в один вечер и никто в UFC не выступает более одного раза в несколько месяцев не говоря уже про один вечер или давайте поближе посмотрим на его кубки хотя чего там смотреть в UFC нет кубков нет медалей нет ничего кроме чемпионского пояса в любой профессиональной организации ммэй есть только пояса как и в любой профессиональной организации по боксу после того как его спалили он конечно же начал оправдываться что его биографию приукрасили люди несмыслящие в единоборствах и так далее тогда у меня вопрос автографии с медалями и кубками тоже делали люди ничего несмыслящие в единоборствах ну а вот я полагаю его реальный уровень заходим на некий сайт ссылку на которую вы сможете найти внизу и что же мы видим в разделе имя гордится наша школа и губаха дмитрий акулка 7 кубок рт желтый пояс попасть к хорошему тренеру большая удача для ребенка ведь тогда любовь к спорту обеспечена на всю жизнь дмитрий как раз такой учитель мастер спорта международного класса справедливый и внимательный с ним ребята постигают тонкости боевых искусств работает дмитрий в новом фитнес-клубе на садовом родители готовы привозить своих чат в клуб со всех концов города лишь бы к этому тренеру что что клуб со всех концов города лишь бы к этому тренеру какие удары мудила на этих даже перчаток нет я очень надеюсь что это видео увидят те родители которые отдают своих детей тебе на обучение савинара